Здравствуйте всем! Итак, сегодня отдельное направление от моих поделок, рукоделий и самоделок. Сегодня я буду готовить кушать. Мне ассистировать будет муж. Он очень хорошо, красиво и правильно режет. Я хочу вам показать, как я готовлю сегодня борщ. Мой муж говорит, что я готовлю очень вкусно. Он такой борщ нигде не пробовал и каждый раз сравнивает. Если где-либо нам удается попробовать борщ, он сравнивает. Говорит, твой борщ всегда лучше. И он говорит, запиши видео, запиши видео. Ну, я думаю, что надо записать. То есть, может быть, на ютубе очень много видео с борщами, но я хочу записать нашу версию. То есть, резать я умею, но именно правильно, качественно, именно вот безопасно, как режутся, допустим, лук и морковка, по крайней мере, покажет мой муж. То есть, я считаю, что у него правильная техника по резке. Соответственно, наверное, это будет вам тоже полезно посмотреть. И я попробую прокомментировать именно, или он попробует прокомментировать, в чем заключается вот постановка руки и ножа. И какой нужно брать нож. То есть, вот сегодня будет такой мастер-класс, не похожий на то, что я делала раньше. Я сегодня в переднике. Значит, и это значит, что мы сегодня готовим кушать. Если интересно, смотрим дальше. Итак, вот мы начинаем подготавливать все для процесса, для нашего борща. И вот у нас есть картошечка, опять штучек средних, мяско. Наверное, здесь граммчиков 300. Капусточка, свеколка, консервированная фасоль, лук, морковка, ну и чесночок. И потом уже мы в конце используем нашу зеленушку. Итак, поехали. Как правильно нарезать лук? Нужно не дорезать до попки, там, где растут корешочки. И тогда, получается, луковица не разваливается. И движения идут плавные сверху вниз и вдоль, как получается. Видите, идут движения такие режущие, не просто рубящие, а режущие вдоль, как бы доски, получается. И тогда вся луковица хорошо прорезается. Наша первая луковичка готова и смотрим дальше уже на ускоренном режиме. Морковка. Морковку мы тоже нарезаем кубиками и смотрим дальше. Морковка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маленькая заметка про чеснок Перед тем, как его нарезать, нужно ножом раздавить Так он разбивается на волокна и лучше прорезается Не нужно его прямо мучить То есть он, когда раздавливается, он лучше как разбивается на волокна И уже как лук получается расслаивается И уже получается мелкая фракция У нас всё подготовлено Мясо, морковочка, капуста, лук, свекла, картошка, наша фасолька, чеснок нарезанный И в конце мы будем добавлять ещё перчик Как вы думаете, как это всё поместится у меня сразу в мой казанок? То есть у меня вот такой казанок Но в него всё поместится, вы увидите Я поставила на нашу плиту и казан, и сковородку прокалиться Для чего? Я потом в сковородку налью масло И поставлю жариться лук Пассеровать А в казанке я налью чуть масла Я налью масло на самом деле и туда, и туда Понемножку И в казанке я сначала Поджарю немножко мяса И дальше смотрим Блило масло сюда чуть-чуть И сюда чуть-чуть Наше мясо уже шкварчит Его нужно постоянно перемешивать И теперь добавляем нашу сковородку И теперь добавляем нашу сковородку Вот наш лук пассеровался И мясо поджарилось Теперь я в поджаренное мясо Поджариваю ещё и картоточку А в наш лук Добавляю морковку Я отдала лук с морковью С морковкой потише И накрываю крышкой Чтобы они потушились чуть-чуть То есть дала огонь на самый минимум Картошку вот сейчас она прихватилась чуть-чуть Я её прямо не сильно прожариваю Ну вот так слегонца И теперь я добавляю сюда воду из фильтрованной воды Из кувшина Вот так вот И даю закипеть Сейчас слегка потуцаную морковку с луком Я уже буду добавлять свеклу И буду их тушить до момента готовности свеклы Но будет фишка одна Значит Сейчас она чуть-чуть должна прихватиться И потом будет один секретик Я расскажу попозже Теперь смотрим Вот я беру ложку сахара Даже может быть с половиночкой И ложку соли И потом я беру чуть-чуть уксуса Но я так на глаз наливаю То есть вот буквально чуть-чуть То есть это может быть две ложки большие столовые И вот тщательно перемешиваю И это сохранит цвет Наш бордовый И борщ будет красный Насыщенный И с кислинкой Вот это самый большой мой секрет Приготовления борща Так что вот Смотрим дальше Пока у нас тушатся в сковородке Морковка, лук и свекла Здесь видите образовалась пеночка Ее нужно собрать У меня есть такая штука Она немножко неудобная Но с носиком Из-за того что с носиком Но все-таки Что-то она собирает Не выключаем кипельни Пока не снимем пенку Иначе если мы дадим потише Пенка распадется И мы ее уже не словим И она будет находиться Внутри борща Мы же не хотим Некрасивый борщ Мы хотим, чтобы все было В конечном итоге Красиво Чистый бульон И каждый ингредиент Будет видно потом Именно Что он будет целенький Красивый Значит Следующая стадия Сейчас даю потише И варим картошку До готовности Уже в принципе Можно посолить Но я бы посолила Когда картошка Будет более-менее схваченная Как бы И уже сюда Я буду досыпать Специи То есть Я знаю Что я туда Насыпала Маленькую ложку соли Сюда я буду Добавлю еще Две маленькие Ложки соли И Сюда добавлю Специи И Наверное Когда уже Картошка будет готова А мясо Соответственно Тоже будет В этот момент Готово Значит Я буду ждать Когда в сковородке Уже Доготовится Именно свекла Она конечно ингредиент Показатель Чтобы она не хрустела Это будет показатель Того Что в принципе И это все Можно будет объединять То есть Все что в сковородке Оно потом Плавно перейдет сюда Вы не пугайтесь Что так много ингредиентов И Вам будет казаться Что оно Не поместится Поместится Потому что Выкипает Вода А Все остальное Как бы Уваривается Усушивается В сковородке Поэтому В конечном итоге У меня всегда Помещается Все в казан Так что Смотрим дальше Сейчас Я буду здесь Солить Перчить Наш Борщ То есть Я добавляю Еще Две Вот такие Ложечки Соли Я потом Уже Буду Если надо Доперчить Досолить В конце Сейчас Я вот Поперчу Еще сюда Немножко Специи Я говорила Что я буду Добавлять Сюда Здесь У нас Как видите Все томится Видите Все красное Держит Свет И Наша Свекла Морковка И лук Дальше Готовятся Так Я сюда Посолила Поперчила Теперь Сюда Я добавляю Капусту Нам нужно Чтоб капуста Уварилась До нужной Нам консистенции То есть В это время Там дальше Готовится Мясо Картошка Все Перемешиваем Тщательно И спокойно Сейчас накрываем Крышкой Пускай Оно себе Уже Делается Пока Все Смотрим Дальше Сейчас Я добавлю Нашу Консервированную Фасоль Прямо Целую Банку Я Предварительно Вылила Из нее Ёжку Которая В ней Была И Теперь Вот у нас Только Фасоль Перемешиваю Накрываю Дальше Все еще Накрываю Крышкой Ставлю На самый Медленный Огонь Проверяю Нашу Свеклу Она Еще Должна Быть Твердая Ну Как Уже Средние Твердости То есть Дольше всего Готовится Будет Вот Эта Часть Потому Что Свекла Должна Размягчиться Она Достаточно Твердая Была Изначально Так что Ей еще Долго Готовится Сейчас я Проверю Одну Еще есть Ей готовится Ждем Итак У меня Все Сейчас Готовится На самом Медленном Огне Смотрим Дальше Ну Что Наступил Звездный Час Свеклы Она Уже Практически Готова То есть Там Чуть Чуть Она Твердовато Но Это Нормально Здесь Видите Свекла Вот С Морковкой Они Отдельно Друг от Друг Они Не Разварились Все Красиво И Теперь Я Плавно Все Перекладываю В казан Я Уже Сковороду Остановила То есть В принципе Сейчас Происходит Уже Конечная Стадия Практически Как Видите У нас Места В казане Хватило И Дам Повариться Буквально Пять Минут То есть Это В принципе Все Что Я Хотела Туда Положить Кроме Двух Последних Вещей То есть Сейчас Вот Я Все Перемешаю Смотрите Какой Насыщенный Красный Бордовый Такой Цвет Борща При этом Ингредиенты Пока Вот Которые Были До Этого В казане Заложены Они Еще Пока Светлые Я Уже Потом Когда Выключу Все Дам Настояться Ясное Дело Что Они Все Окрасятся Последние Два Ингредиента Это Наш Чесночок То есть Я сейчас Должна Его Именно Сейчас Ставить Чтобы Он Оставил Чтобы Был Вкус Запах И Немножко Сварился То есть Его Ни в коем Случа Нельзя Оставить В начале Или В середине Только В конце Потом Последний Секретный Ингредиент Что Называется Такой Один Перчик Сами Выращивали На Подоконнике Я Его Потом Выну И Когда Я Выключу И Все Остынет Ну То есть Когда После Того Как Я Выключу Вот Только Тогда Я Добавлю Зеленушку И Накрою Крышкой И Это Будет Все Вот Наш Красный Борщ Все Видите Он Уже Не Кипит Там Подбольки Вытащу По чуть Чуть И Теперь Только Сейчас Я Могу Спокойно Поставить Зеленушку И Она Не Потемнеет Ну Может Потом Чуть Чуть Покраснеет Как Буда И Деваться Все Покраснеет В этом Борще Ну Вот Зеленушку Именно Только Сейчас Можно Положить Потому Что Иначе Она Сварится И Будет Никакая Вот Как То Так Теперь Перемешиваем Несмотря На Количество Продуктов Ложка Не Торчит Достаточно Много Юшки Сейчас Оно Все Настоится Главное Не Потерять Этот Перчик Из Виду Сейчас Оно Все Настоится И Я Думаю Что Можно Будет Пробовать Вот Наш Борщик Посмотрите Какой Он Классный Красивый Вот То Что Вам Нужно Было Получить Вот Юшечка Прям Красная Красная Как И Должна Быть То Если Ингредиенты То Видно Каждую Каждую Фасолингу Каждый Лучок Морковку То Все Видно То Ты Когда Будешь Кушать Будет Видно И Понятно Что Ты Ешь Запах И Он Быстро Законч Так Что Кому Понравилось Это Видео Кто Считает Что Так Должен Выглядеть Борщ Ставьте Пальчики Вверх Лайкайте Нас Подписывайтесь На Наш Канал И Добро Пожаловать В Аленкины Самоделки Всем Спасибо Такой Вкусный Борщ Нереально Пахнет Шикарно Не могу Дождаться Когда Остынет Чуть Всем Спасибо Что Готовили Месяц Со мной